У нас же продолжается история, посвященная тому, на что способны руки, растущие из плеч, а не из другого места, как у меня, допустим. В кратчайшие сроки мы практически изготовили воздушный змея. Но остались нюансы. Напоминаю, у нас в гостях Ивана Александровна, специалисты молодежного центра «Зеркало». 21 марта у нас в Красноярске пройдет конкурс воздушных змеев, самодельных воздушных змеев. Александра, еще подробности этого конкурса. Как принять участие в нем? Необходимо же зарегистрироваться. Для того, чтобы зарегистрироваться, можно зайти в нашу группу ВКонтакте «Молодежный центр «Зеркало», либо позвонить по телефону 26 503 26 и оставить свою заявку. Можно участвовать как индивидуально, так и командой, можно сделать несколько воздушных змеев. Подать заявку нужно до 20 марта. Ну, то есть надо уже поторопиться. Остались буквально выходные дни, друзья. А что такое воздушный змей? Это счастье, это детство, это радость и прочие вещи, которые связаны с таким приятным времяпрепровождением. У нас уже на финальной стадии производство воздушного змея сейчас проходит. Итак, Иван, расскажите, что мы сейчас делаем и как быстро, и как скоро мы закончим. Все правильно вы сказали, мы занимаемся крепежом, собственно, это такое тело змея, которое создает парусность и за счет чего он летает. Он у нас полетит, у нас за счет этого. Ну, я не знаю, успеем ли мы закончить до финала программы. Слава богу, у нас есть уже готовые модели и люди готовы продемонстрировать, как они летают. Поэтому давайте посмотрим, как это происходит в нашем уютном внутреннем дворике. Ребята, Саша, наверное, ты расскажи вообще, есть какая-то технология запуска воздушных змеев или главное, чтобы был ветер? Ну, при таком ветре, в общем-то, особо можно не усердствовать. Но вообще необходимо там разбежаться и подкинуть его повыше. Как самолетик, да, вот так? Ну, по сути, да, если это большой змея, удобнее, конечно, вдвоем это делать. Ага. И удерживать не так. То есть, еще раз, воздушных змеев можно делать практически из любого материала, главное, соорудить каркас вот такой. Вот это просто из бумаги, например. Смотрите, из тетрадного листка можно устроить себе вот такую потрясающую развлекуху на весь день. Ну что, Иван, я вижу, ты перфекционист. И пока не доведешь до ума свой змеи, не успокоишься. Вот покажи, как летает просто бумажный. У кого нет времени, кто хочет принять участие в фестивале, можно сделать вот даже просто из бумаги. И они летают в ветреную погоду, по крайней мере, летают хорошо. Времени для того, чтобы сделать воздушного змея, необходимо немного, как мы сейчас это смогли увидеть, буквально 10 минут, и он готов, не надо тратиться. Ну, у нас просто экстремальные условия. А вы, друзья, при производстве воздушного змея не торопитесь. Сделайте его тщательно, так, чтобы он смог продемонстрировать все свои летные качества, поскольку, я понимаю, это один из критериев победы. Конечно, летучесть змея, его способность держаться в небе и приносить радость людям во Всемирный День Счастья, который мы отметим в ближайшем понедельнице. Иван, давайте запустим все-таки нашего именно змея, которого запустили мы. Ну что, вы конструктор Иван, вам и змей в руки. И ветер пропал. То есть надо все-таки дождаться порыва этого. Все, я чувствую приближение бури, отвязался. Это означает, что нужно все-таки делать более длительное время, чтобы он получился более качественный. Ну, как говорится, поспешишь людей, насмешишь. Но ведь, собственно, телевидение – жанр, который ограничен во времени. Естественно, в благоприятных условиях мы будем делать все тщательно, все проклеивать и добиваться в лучших результатах. Дорогие друзья, давайте напомним, 21 марта, парк 400-летия Красноярска, на авиаторов, 3 часа дня. Александра, Иван, огромное спасибо вам за эту замечательную затею. И уверен, слово спасибо вы слышите от всех участников вот этого замечательного фестиваля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!